Мы продолжаем плотно заниматься разбирательством тех событий, которые произошли вокруг российского посольства в Киеве, а также ситуацией с захватом наших журналистов, канала «Звезда». И в том и в другом случае мы направили официальные ноты украинским властям, потребовав немедленного освобождения журналистов, определения места их нахождения, кое-какие контакты проводят сейчас по линии нашего консульства в Харькове и по линии аппарата военного атташе российского посольства. В том, что касается вакханалии, устроенной молодчиками с неонацистскими и прочими неприличными лозунгами в отношении российского посольства, направлены официальные ноты в МИД Украины с требованием выявить и наказать виновных, возместить причиненный серьезный ущерб, будем добиваться внятной реакции наших украинских коллег. Меня особенно покоробило то, что к протестующим, так называемым, около посольства прибыл назначенный Верховной Радой, исполняющий обязанности министра страны Украины Андрей Дыщица, который то ли увещевал толпу, то ли участвовал в этой вакханалии, позволив себе заявление, которое переходит грань приличий. Я понимаю, что ему есть у кого поучиться, потому что те, кто активно поддерживает нынешние украинские власти в Вашингтоне, тоже не чураются такого крепкого словца, но тем не менее, все-таки дипломат, которым является Андрей Дыщица, должен выражение выбирать. Не знаю, как теперь будет он с нами общаться и работать. И, в принципе, хочу сказать, что у меня нет серьезных оснований полагать, что произошедшее нападение на российское посольство было организовано украинскими властями. Но то, что это отражает безнаказанность, которой украинские власти пользуются, и, судя по всему, с удовольствием, по причине того, что их выгораживают наши западные партнеры, по крайней мере, некоторые из них, это у меня сомнения не вызывает. Эта безнаказанность проявляется в том гоноре, с которым украинские власти себя ведут, в том числе в отношении газовых переговоров, отвергая те разумные компромиссы, которые предлагает российская сторона один за одним и которые пользуются пониманием и поддержкой представителей Евросоюза. Нам бы очень не хотелось, чтобы за этой арогантной, абсолютно неприемлемой позицией стояла какая-то третья держава, хотя оснований, так полагать, у нас имеются. Аналогичные подходы наблюдаются и в том, что касается безапелляционных заявлений о намерении подписать соглашение о зоне свободной торговли, об ассоциации с Евросоюзом обязательно 27 июня без каких-либо изменений. Несмотря на обещания, которые неоднократно делались в том, что касается необходимости сесть и проконсультироваться втроем, Украина, Россия, Евросоюз и посмотреть, как сделать так, чтобы развитие отношений Украины с Евросоюзом не вступало в противоречие с ее правами и обязанностями по зоне свободной торговли СНГ. Но, безусловно, главное, что нас беспокоит, это отсутствие каких-либо практических действий по выполнению дававшихся неоднократных заявлений о том, что будет прекращен огонь на Юго-Востоке, о том, что будет объявлено перемирие, о том, что будут искать договоренности с Юго-Востоком, как развести противоборствующие стороны и приступить к взаимоуважительному диалогу по поиску тех решений, которые позволили бы удовлетворить чаяние всех регионов, всех политических сил Украины. Еще раз подчеркну, что не могу избавиться от ощущения, что украинцев кто-то либо консультирует с целью сделать их позицию непримиримой по всем этим вопросам, либо, наверное, какое-то головокружение от успехов происходит. Тревожит нас то, что вот эта безнаказанность, она проявляется все чаще и чаще, и в случае с нашими журналистами телеканала «Звезда», а это далеко не первый случай захвата журналистов, и совершенно отвратительное нападение на российское посольство, все это является отражением той самой тенденции. Кстати, не будем забывать, что в нападении на посольство ведущую роль играли бойцы так называемого батальона «Азов», который создано финансируется Коломойским, который был назначен нынешними киевскими властями губернатором Днепропетровска. Так что, наверное, хороший повод задуматься нашим западным партнерам, которые всячески поддерживают любые шаги украинской власти, о том, как эта власть распоряжается доставшимися и после Майдана полномочиями. Еще раз подчеркну, мы будем требовать незамедлительных действий по освобождению наших журналистов, мы этим занимаемся вплотную по линии наших дипломатических учреждений, и будем требовать установления виновных, их наказания и возмещения ущерба за нападение на посольство. Как Вы оцениваете реакцию украинских властей, которые сегодня возбудили уголовное дело под статьей Хулиганского за атаку на посольство и реакцию международного сообщества? Ну, то, что делают украинские власти, мы будем за этим внимательно следить. Нам главное, чтобы они не квалифицировали подобные преступления, как чистую случайность, так что несколько хулиганствующих молодых людей пришли, покидались с зеленкой, с яйцами, и больше ничего не произошло. Это серьезная вещь. Могу Вам сказать, что по ощущениям наших дипломатов, целью нападавших было физически захватить здание посольства. А также есть основания полагать, что они хотели, чтобы пролилась кровь. Что касается реакции наших западных партнеров, то когда стало известно о нападении на посольство, я лично связывался с президентом Швейцарии, который является председателем ОБСР в настоящее время. Я связывался уже чуть позже и с нашими партнерами в Германии, Франции. Вышли мы и на руководство Госдепартамента. Все нам были посланы соответствующие сигналы, призывы использовать свое влияние на украинское руководство для того, чтобы оно все-таки употребило власть. Вы знаете, что спецназ был в шаговой доступности от посольства, но бездействовал, несмотря на то, что министр внутренних дел тоже прибыл к посольству и разговаривал с толпой. Но никаких приказов пресечь абсолютно противоправные действия, нарушающие все обязательства Украины по Венским конвенциям, не отдавал. И западные партнеры заверили меня и наших дипломатов в соответствующих столицах, что они осуждают эту акцию. Но когда мы внесли соответствующий проект заявлений в Совет Безопасности ООН, именно западные партнеры отказались его поддержать. Они пытались его увязывать с предложениями осудить инцидент с самолетом, который был сбит на Юго-Востоке, с какими-то еще вещами, которые не имеют отношения к главному. Неприкосновенность дипломатических представительств не может быть ничем обусловлена, так же, как ничем не может быть обусловлена задача борьбы с терроризмом. И нас сильно разочаровала такая позиция западных коллег. Думаю, что это не добавляет репутации дипломатической школе европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Спасибо.